здравия всем на канале марка елена диригетти обратите внимание вот у нас стоит под этим листом металлическим так наверное я держу загораживаю микрофон женщина и мужчина моют остановку стеклянную новую она новая ее каждый месяц вот так вот приходит так как это стекло она запачка вается и дождем и ветром и пылью и люди может быть ее где-то попачкали вот так вот каждый месяц я наблюдаю что люди приходят и не только на этой остановке но и на других убираются они ездят на машине со своими ведрами где-то может быть они берут холодную воду возможно у них есть какой-то термос в автомобиле вы слышите у меня посудомоечная машина моет ну вот хотела как-то я заснять вот такой вот сюжет видите как вот он и по верху проходит и по низу и на коленках я видел он стоял там под лавочкой что-то там намывал стекло вот потому что собаки тоже иногда пробегают раз и отметились или кошки вот такое вот небольшое коротенькое видео о том что здесь швейцарии вот так вот все мой хотя можно сказать не только в швейцарии но и в турции я это уже видела 20 лет назад что там мостовую мыли с щетками и с шампунями моющими да вот в каждой конечно стране есть свои какие-то особенности и здесь это оплачивается достойно и никто не считает это за каким-то грехом это делать вот людей в обществе уважают несмотря кто они по профессии и каким они образом зарабатывают деньги главное то что они себя обеспечивают кто таким образом кто другим образом в основном вот такой работе бывают люди конечно не если это швейцарцы то не из благополучных семей так будем говорить если это иностранцы то которые ну не нашли еще себя но вполне что они отложат на как какую-то денежку на какой-то бизнес и начнут развиваться вот потому что обращаю внимание что вот эти вот рестораны бары в основном итальянцы вот мы в итальянской зоне живем да это итальянцы это португальцы это россияне это украинцы вот все нормально жизнь продолжается то есть не работая не работая конечно иностранец не может здесь какими-то пользоваться если у него нет уже паспорта и все такое прочее до безработица здесь платит но это 70 процентов да то есть не такая большая сумма который бы он зарабатывал если у него например было не три тысячи франков зарплата то 70 процентов но это намного меньше расходы все те же да так ну что друзья хочу сказать что счастье это там у нас внутри не надо его искать снаружи вот и благодарите что есть хотя бы какая-то работа да вот не могу сказать что экономить это хорошо но но всегда есть возможность отложить какую-то сумму денег на свое какое-то будущее либо развитие либо бизнес если вы уже знаете чем вы хотите заниматься так что-то мне ушла картинка на гору вот желаю вам здоровью дачи долгих лет жизни не страдать а благодарить за то что здоровье есть за то что мозги работают и так далее и тому подобное что есть у вас какая-то возможность себя как-то поменять потому что мир менять кто на революции выходит это бесполезно он будет упираться и у него силы больше всем пока ставьте лайки подписывайтесь на наш канал дополнение вот она остановочка намытая вот под таким металлическим щитом как листок мне его вообще не нравится эта структура ну что делать архитектор и порешали именно так давайте посмотрим видите это два закаленных стекла а у меня маникюр новый маникюр новый так и вот это вот раз в месяц намывают вообще смотрите как чистенько очень чистенько все лавочки протирают по верху проходились по низу лазили на коленях молодцы молодцы видите два стекла а а марка контролирует здесь что здесь отрываешь диригейте делают вот эта структура здесь будет туалет вот оно так ой приблизить не получается приблизить надо по снегу лезть сейчас минутку вот оно как видите здесь скульпт структура с водой со сливом здесь будет унитаз здесь будет раковина и коробка дверная есть но двери еще нет а здесь будет будут такие киоски киоски но автоматы кофе попить снег купить ну как то так вот я вас приветствую желаю вам здоровья удачи долгих лет жизни подписывайтесь на наш канал всех благ